В Mail.ru высокая нагрузка появилась тогда, когда в индустрии этого термина еще даже не было. В целом, теперь слово «хайлот» не вызывает у нас никакого романтизма, это обычная рутина. Создание микросервисов — это игра в технопесочницу. Микросервис — это инструмент масштабирования команды, а не нагрузки. Очень сильная профессиональная деформация появилась на тему отказоустойчивости. Я не могу купить одни штаны, одни могут порваться, вторые испачкаться, мне нужно третий. Я стараюсь часто смешить людей. Этот навык, нет, навык, он особенно отвален. Для меня ВК — социальная ответственность. Коллеги, всем привет, Василина, спасибо. Если что, на будущее чай у меня не может закончиться никогда. Так, да, всем привет, меня зовут Василий Романов, я технический директор облака Mail.ru. Облако — это B2C файл охранилка. Ну, так получилось, я сегодня рассказываю вам доклад про почту, потому что я принимал участие практически во всем, про что я буду говорить. Итак, мой доклад называется «Архитектура Mail.ru в числах». Я, скорее всего, буду путать и называть их цифрами. Про что доклад? Доклад про то, какие у нас есть компоненты в почте, какая нагрузка туда идет. И еще на основе этого я буду вкратце давать какое-то маленькое умозаключение, которое, наверное, не будет являться какой-то тайной жизни для вас. Итак, для начала хочу сказать, что далеко не все осознают, что почта Mail.ru — это на самом деле очень большой проект. Как в плане пользователей, у нас 16,5 миллионов DAO, у нас почти 50 миллионов MAO пользователей, ну и активных там еще больше. Наш проект состоит из порядка полутора тысяч компонентов, но, естественно, я не буду вам рассказывать про все из них, иначе мы уйдем отсюда через неделю. Хотя, как бы, про большую часть из них я знаю. Про что мы поговорим? Краткое содержание. Мы поговорим про путь письма, мы поговорим про то, как письмо складывается в Storage, про то, какие… как устроен pipeline и сколько мы там держим веб-сокетов. Также мы поговорим про то, как устроена наша опишка, когда пользователь приходит читать письмо, как устроен наш профиль и, наконец, сколько метрик мы пишем для того, чтобы мониторить все те полторы тысячи микросервисов, сервисов, монолитов в нашей системе. Итак, путь письма. Путь нашего письма, их очень много, мы в сутки принимаем порядка 600, порядка 700 миллионов писем ежедневно. Это все нужно принять, не потерять ни в коем случае ни одно письмо, потому что, на самом деле, это настоящая катастрофа для нас, это то, что теряться не должно, потому что мы храним всю переписку всей этой страны со все время существования интернета тут. И путь письма проходит через Exim. Exim – это MTA, Mail Transfer Agent, это достаточно известный софт, он также занимается тем, что он принимает письмо и непосредственно отправляет его на внешний сервис. У нас есть там наши внутренние патчи, то есть мы его там дописали, но core его архитектура осталась неизменной. И он берет письмо и складывает его в Storage. Но есть нюанс. Exim использует файловую очередь. То есть если вдруг Storage, ну или внешняя система, куда она хочет отправить письмо, недоступна, например, Яндекс какой-нибудь прилег, то он оставляет письмо для того, чтобы потом его доставить. И по сути своей Exim является Stateful Service. То есть он хранит состояние, оно у него есть. И в связи с этим нам надо беспокоиться про отказоустойчивость данных этого сервиса и также каким-либо образом определять, каким образом нам надо засунуть его в облако, ну то есть в кубер. Вот. И для этого мы, чтобы не переписывать весь Exim, мы написали собственную файловую систему на основе Fuse. И таким образом мы притворяемся для Exim, что мы обычная локальная файловая система, кладем нас в файлики. Но на самом деле все это лежит в отказоустойчивом режиме, в нескольких копиях. И наша временная очередь занимает порядка половины петабайта. То есть это то количество писем, которые нам необходимо сложить в любой момент времени. То есть они сначала кладутся в очередь козоустойчивости, а потом начинают складываться в Storage. Если говорить какие-то тайные знания из этого, то, наверное, единственной проблемой современного IT мира, кроме на самом деле наименования переменных, являются сервисы, которые тяжело масштабировать, которые не шардятся, которые стейтфул. Вот Exim когда-то был таким сервисом, но мы этот вопрос решили. Значит, и… Да, собственно, писать файлы под себя в такого рода сервисах, если вдруг вы пишете такой софт, не надо. Это тяжело масштабируется, за этим нужно следить, и это тяжело уносится в Kubernetes. Поэтому если вдруг у вас есть такой софт, и вы не хотите его переписывать, то Fuse может вам вполне подойти, ну или дорогие NFS, но на наших объемах это очень экономически нецелесообразно. Если говорить про главную рекомендацию, для хранения файлов используйте S3. S3, это… Ну, собственно, он есть во всех облачных сервисах, он есть у нас в SaaS, он есть у нас в OnPremia, ну то есть любого уровня S3 есть сейчас на рынке. Пойдем дальше. Хорошо, мы приняли письмо, отказоустойчивый его сохранили, все хорошо. Теперь нам нужно где-то его хранить на постоянку. Вот все те 20 лет, 25 лет, которые существуют в почте Mail.ru, нам нужно где-то хранить. Как мы это делаем? На самом деле у нас письмо не хранится как отдельный файлик, как отдельная e-mail на дисках. Наши письма, они разделяются на несколько разных частей, несколько разных данных и хранятся в трех различных системах. Во-первых, индексы, то, куда вы обращаетесь, когда непосредственно видите свой почтовый ящик, хранятся в подсистеме, которая называется мисколита, я про нее тоже пару слов расскажу. Далее хранятся отдельно скелеты письма, это все содержимое, структура аточей и заголовки. Ну и, наконец, вложения. Вложения к письму вытаскиваются из письма и хранятся отдельно в дезаплицированном виде. У нас вложение писем занимает порядка 50 петабайт данных, хранится это все на почти 12 тысячах дисков. Я не вижу подсказочки, которые у меня там были на телевизоре. Но суть в том, что мы храним данные в дезаплицированном виде. Это экономит нам порядка 30% от несжатого объема. Без этого мы бы платили гораздо больше за сторожа. И на таком количестве дисков отказы этих дисков это уже ежедневная история у нас. Поэтому мы проектировали нашу систему с учетом этого, с учетом того, что нам нужно обеспечить максимальную отказоустойчивость при относительно небольшом факторе репликации. Мы храним данные в двух копиях. Расскажу для чего. Дело в том, что если вдруг диск выходит из строя, да, половина… Если диск выходит из строя, у нас есть вторая копия. Мы, конечно же, перестаем писать на этот диск, но данные все равно пользователи доступны, и мы читаем из другой копии. То есть вторая копия, она всегда есть в read-only. И мы не храним репликацию диск в диск. Мы нарезаем диски на отдельные разделы, пары они у нас называются, и храним эти пары в разных местах. Таким образом, вот как видно на слайде, один диск, он реплицируется в несколько пар, в несколько других дисков, которые на самом деле находятся в других дата-центрах. И если вдруг нам надо восстановить диск, то мы можем читать с гораздо большей скоростью, потому что мы читаем уже из нескольких мест. И кроме этого мы не перегружаем диск нашими чтениями. Если вдруг у нас выходит… Мы устанавливаем слой дисков шестерками, кластер дисков. Соответственно, если у нас из кластера выходит второй диск, то у нас все равно кластер диска доступен на запись. Ну, потому что остается еще одна пара, вот синенький. Но это не защищает нас от выхода дата-центров. Для того, что если мы, допустим, берем просто два дата-центра. Поэтому, чтобы наша система была отказоустойчива для выхода дата-центра, у нас… Вот на слайдах система, когда мы сетапим в трех дце. Таким образом, если выходит полностью дата-центр, у нас все равно остается один дата-центр доступен… Остается одна пара, которая находится в двух дата-центрах, которая доступна на запись. Таким образом, данные пользователей, они сохраняются сразу в нескольких местах на разных независимых площадках. Это конфигурация при трех дата-центрах, а мы же храним нашу почту в пяти дата-центрах. Включайся. Да, у нас на самом деле ушло колоссальное время на создание такого рода системы. Мы потратили больше ста человека лет. И есть большая вероятность, что вам это не нужно. Поэтому берите просто S3. Пусть эти проблемы будут внутри S3, вам, скорее всего, решать это не требуется. Там тоже есть фактор репликации, там тоже есть отказоустойчивость. В современных во всех движках это все предусмотрено. Идем дальше. Оп, назад. Окей. Теперь мы сохранили письмо в Storage. Мы разделили его на несколько частей. И теперь, когда наше письмо от АЧИ хранится отдельно, структура письма хранится отдельно, нам теперь нужно его положить в индекс. То есть для того, чтобы пользователь увидел его среди всех своих ящиков. И мы идем в ту самую систему, которая называется Miscalita. Это индекс непосредственно пользователя. Часть индексов у нас хранится все время в памяти, для того, чтобы максимально быструю навигацию осуществлять. Часть данных хранится на самым опт-индексах. Они хранятся у нас на SSD-дисках. Эта система удерживает порядка 420 миллионов запросов в минуту. Если в секунду, то порядка 7 миллионов. Это очень много. И мы храним порядка 10 тысяч миллиардов объектов. Классические коллекционные базы не могут работать с такой нагрузкой. Очень много данных. Поэтому на самом деле у нас внутри кастомная база данных. Она написана на C. Суммарно всю систему, все индексы пользователя обслуживают всего 320 серверов. Естественно, там отказоустойчивость. На основе RAVT мы переживаем полный выход дата центра в течение минуты. Автоматика все переключает. И мы держим за кэшированным порядка 10% данных в памяти. То есть там внутри LROCache. Если пользователь приходит, мы эти его данные подгружаем с диска, и они находятся у него все время в памяти постоянно. То есть когда вы обращаетесь к данным почтового ящика, вы идете в память, вы не идете на диск. Ну и у нас 99,5% кэш-хит. То есть практически вся активная аудитория, она закэширована в памяти, и доступ к ящику происходит очень-очень быстро. То есть мы практически не ходим на диск для того, чтобы вам отобразить список писем. Идем дальше. Я не вижу вывода, которые у меня написаны там, но скорее всего там про Postgres. А, у меня есть подсказка здесь. Вот. В общем, Postgres обычно вам хватает, потому что вряд ли у вас будет система, которая хранит 10 тысяч миллиардов записей. Если вдруг такая система у вас будет, скорее всего, кастомная база у вас уже есть. Ну и если вдруг Postgres вам не хватает по нагрузке на чтение, возьмите Tarantul в качестве кэша, это вас полностью спасет. Далее слайды. Можете делать фотографии. Это три наших доклада про устройство нашего сториджа, про то, как мы храним вложения, как мы храним аточи, как мы храним индексы. Там в деталях рассказано про устройство, даже вот в памяти, там, структуры письма. Пойдем дальше. Окей, хорошо. Мы сохранили письмо, мы положили письмо в индекс, то есть пользователь может его теперь увидеть. Но, понимаете, пользователи не сидят все время, не смотрят в экран, когда же придет новое письмо. Теперь нужно пользователя уведомить об этом. У нас есть real-time система, которая занимается уведомлением пользователей. У нас есть пуши, у нас есть веб-сокеты, у нас есть также умная почта, которая, там, парсит письма для того, чтобы что-то сделать с аточами. Про это тоже расскажу. Только двух миллионов, чуть больше, событий приходят в минуту в эту систему. И примерно 16 миллисекунд занимает суммарно все время обработки письма внутри этой системы с учетом роутинга, отцеля, всех проверок и понимания, кто на что подписывался. У нас больше трех миллионов веб-сокет-соединений. То есть это вот то количество открытых вкладок ежемоментно, ежесекунда в нашей системе. То есть три миллиона вкладок мы держим открытыми у пользователей. Точнее, пользователи держат открытыми у нас. Если перекладывать потребляемую память, то 64 килобайта памяти примерно тратится на всю бизнес-логику обработки всего веб-сокет-соединения, когда приходит какое-то новое письмо пользователю. То есть мы достаем там тему, сообщение, from, то есть отправитель, и присылаем сразу же по веб-сокет-соединения в браузер. И мы можем перерисовать список писем без даже похода в какие-то дополнительные опишки. Вот на этот тратится 64 килобайта. Ну и мы отправляем больше трех миллионов пушей также каждую минуту, и там достаточно высокая степень доставляемости. То есть если я отправлю письмо сейчас всем вам, оно у вас зазвенит практически мгновенно. Особенность этой подсистемы в том, что она написана на Go. В целом у нас почти весь стек на Go, кроме вот той части с индексами, на которой написано на C, потому что там очень важно ручное управление памяти, очень много памяти потребляет система. Тут Гошка, все компоненты системы написаны на Go, и у нас на самом деле достаточно умный роутинг, потому что мы можем подписаться перпользователь, мы можем подписаться пертип событий, например, ловить только уведомления о новых письмах, или, например, только перемещение, или только удаление писем. Либо мы можем подписаться даже по вложениям. Ну то есть, например, если к нам приходит письмо из какого-то внешнего сервиса, содержащее ICS-файл, то есть вложение календарное, мы его этой системой поймаем, отправим в специальный сервис, и у вас в календаре появится календарное событие, на которое вас пригласили. Глобально Go на самом деле прекрасно подходит для такого рода систем, когда вам нужно держать огромное количество соединений, он достаточно экономно расходует память, несмотря на то, что это garbage collector язык. Но будьте осторожны, потому что очень легко получить вместо велосипеда, получить космолет. И глобальный мой совет, что если вам нужна подобная ровная event-driving система, которая может очень неплохо упрощать жизнь в больших системах, когда вам не нужно генерировать миллионы различных обработчиков, и слать сообщения в огромное количество разных сервисов, просто ставите event-driving систему, один раз вы публикуете там события, и все системы уже на это подписываются. Для построения такого рода систем вам, скорее всего, такой нагрузки опять-таки не будет. Берите кавку и берите центрифугу в качестве шины уведомлений. Это вам хватит на очень большой объем данных. Идем дальше. Хорошо. Вы все получили пуш о том, что вам пришло новое письмо, и теперь вы хотите его прочитать. Для этого открывайте интерфейс, и там идут запросы уже непосредственно в API. Наши API для чтения письма и для управления, я вообще говоря, всем пользовательским профилем, живет в монолите. Там порядка 500 методов. Естественно, почта МЛУ состоит не только монолит. За этим монолитом стоит огромное количество еще микросервисов, вот те самые полторы тысячи компонентов, про которые я рассказывал. Но API в монолите. 5,5 миллионов запросов в минуту приходят в эту подсистему. Для того, чтобы отрендерить список писем, нам нужно сходить в порядка 10 сервисов уже глубокого бэкэнда, которые отвечают за какую-то бизнес-логику уже внутри. Тот же самый Storage или профиль пользователя, про который я еще расскажу. Наша API написана на Go. Это является монолит с бизнес-логикой. Это один из самых крупных сервисов у нас вообще в почте. Но его слой, да, он, там порядка, как я уже говорил, 500 методов, API, и мы можем выкатить это буквально за десятки минут, если нам это требуется. То есть у нас все pipeline, везде есть автоматика, но по сути с автотестами мы катим в течение 30 минут. У многих может возникнуть вопрос, блин, монолит, это ж не круто, как вы сбавляетесь от спагетти кода, как вы убедитесь, что у вас там нету каких-то там SQL-запросов без логики. Ну, вообще у нас в принципе нет особо SQL-запросов, потому что весь слой хранения данных, он из этого монолита вынесен. Ну, то есть монолит не знает вообще, где данные хранятся. Даже когда он ходит в memcache, он думает, что он ходит в memcache, на самом деле там за ним тарантул с отказоустойчивостью, рафтами, переключениями, которые живет в DBA-се у нас в кубере. Монолит со всеми данными ходит в систему, которая называется local proxy. это довольно частый паттерн, когда вы изолируете любого рода походы вот через какой-то промышленности сервис. В принципе, периодически, ну, то есть в кубере ставят какой-нибудь nvoi с сайт-каром, который обеспечивает трейсинг, обсервабилити. И вот у нас тоже есть такая система. Соответственно, мы… наш монолит ходит в нее. Он не знает, что там, где хранятся данные. Написана эта штука тоже на go, как и большинство вещей у нас. Если говорить там в термине слоен или чистой архитектуры, это слой репозиторий. То есть он знает про то, как хранятся данные, где они хранятся. И именно этот слой берет на себя все таймауты, circuit breaker, retry, авторизацию и так далее, и так далее, и так далее. То есть сервис просто говорит, дай мне профиль пользователя, и все, он получает профиль пользователя, и ему не нужно думать о том, блин, сделать перепоход или не сделать. Эта система стоит рядом с каждым сервисом, причем не только рядом с монолитом, с опишками, но и рядом еще с другими сервисами. И на самом деле это очень сильно упрощает нам различную миграцию данных, потому что они у нас с достаточно часто регулярностью происходят. Ну, хотя, может быть, я просто за 10 лет уже считаю, что достаточно часто. Что унеси с собой? Микросервисы, монолит на самом деле это хорошая штука, если он организован правильно, если это хороший, красивый, модульный монолит, и там нету какого-то перемешивания слоев, то как раз про что чистая архитектура. Монолит – это не средство масштабирования нагрузки. Как я говорил в вступительном ролике, монолит прекрасно масштабируется по нагрузке. С этим вообще нет никаких проблем. Монолит – это средство масштабирования команды. Если у вас 5 человек, не нужно вам делать микросервисную архитектуру, не нужно разбивать опишки на 50 сервисов, потому что будет очень большой административный налог. Ну и в целом, если вы беспокоитесь, что как бы данные не просочились, и как делать всю эту кодустойчивость, Local Proxy тоже достаточно частый вариант, который существует. Вот. Что у меня написано еще? А, да. Ну, собственно, самое главное внутри такого рода систем – это документация. Мой совет – используйте спека-ферст-подход, когда ваш код, ну, то есть HTTP-слой-деливери генерируется из документации. В этом случае вы не можете просто физически иметь код, для которого нет документации. Ну и в целом не строите технопесочницу. Идем дальше. На самом деле, сейчас я расскажу вам самое впечатляющее, что есть в нашей почте. Я уже говорил, что да, мы можем очень быстро выкатить наш сервис, но есть еще автотесты. Автотесты всегда у нас прогоняются перед выкаткой. У нас порядка 90 тысяч тест-кейсов написано на вот всю опишку, но на самом деле они все тестируют всю цепочку всех сервисов. Там 7 миллионов запросов в секунду, это, конечно, звучит очень круто, но я считаю, что в нашем проекте самое впечатляющее это вот это. Это вот те самые 90 тысяч тест-кейсов, которые можно просто запустить на опишку и быть спокойным, что ваш код действительно ничего не ломает. В целом, прогон у нас занимает от 20 до 50 минут, то есть на автоматике гоняется чуть более скоуп тестов чуть меньшего размера, не все 90 тысяч, но перед релизом всегда проходит все 90, это занимает порядка 50 минут. Наш автотест написан на питоне и под тесте. Так исторически сложилось. Если бы они были написаны на перле, мы бы, наверное, сейчас очень страдали. Они у нас all green, ну то есть они проходят всегда стабильно, потому что если вдруг они будут нестабильными, нам каждый раз будет приходиться, нам каждый раз надо будет тратить время на понимание, это вообще тесты не виноваты или у нас в коде что-то сломалось, поэтому они all green. Тесты тестируют, собственно, всю цепочку того, что у нас есть, ну то есть они работают с сервисом, как с blackbox. Полностью черный ящик, это полностью интеграционное тестирование. К сожалению, мы не можем строить тестовое покрытие стандартными способами, вот, для этого у нас там есть юнит-тесты, но мы доверяем этой штуке. И такого рода тесты очень помогли нам в свое время перейти с перла на го, потому что мы уже в существующих тестах добавили просто пару сценариев буквально десятью строками и наши тесты сразу же начали запускаться и по перлу и по новому сервису на гошке. Таким образом мы контролировали, что мы не потеряем никакой новый функционал, который за время переписывания случайно могли люди добавить внутрь сервиса. Что надо с собой унести? Пишите автотесты. Пишите автотесты сразу моментально вот на старте проекта. Повторюсь, из всего моего доклада вот это самая, наверное, впечатляющая штука и самая моя ценная рекомендация, потому что если у вас нет автотестов, которые сценарные end-to-end автотесты, то с каждым релизом вам придется тратить все больше времени на проверку работоспособности вашего сервиса, либо же ваш функционал начнет деградировать. Не могут программисты не делать баги. С этим можно смириться, поэтому лучше, чтобы эти баги ловили автотесты, а не приносили вам пользователей от саппорта. Поэтому пишите автотесты. Пишите автотесты сразу. Идем дальше. Окей, мы прочитали собственно письмо, но на самом деле для того, чтобы собрать список писем, нам надо не только сходить в индекс, но нам нужно еще например знать, а как пользователь сортирует письма. Он сортирует их по дате, либо же он сортирует их, например, под правителю. Это все хранится в профиле. И тут наконец-таки я говорю про тарантул, хотя на самом деле он фигурировал почти во всех предыдущих местах, которые у нас есть. Почтовый профиль написан на тарантуле плюс год, туда идет порядка 36 миллионов запросов в минуту, это где-то 600 тысяч в секунду, это много. И в среднем порядка полумегабайта занимает профиль пользователя, там более тысячи различных флажочков, опций, свойств и так далее. Наш профиль, он в качестве хранения использует тарантул, но перед ним стоит сервис, который написан на го, в котором есть некоторое количество бизнес-логики. бизнес-логика в формат превратить бинарно упакованный профиль, вообще говоря, распарсить его с бинарно сжатыми bear-encoded ключами, то есть мы не храним ключи, как там, не знаю, mailbox sort direction, мы не храним именно в таком виде, мы храним это чиселкой, например, 7, то есть в данных направления сортировки просто как циферка 7, причем это бинарно упаковано, но циферка 7 будет занимать 1 байт всего лишь для хранения данных. Дело в том, что на наших объемах, когда нам нужно хранить сотни миллионов пользовательских профилей, вот эти метаданные занимают огромное количество места. Наш профиль полностью схемолест, то есть у нас нет таблиц, которые нужно альтерить на наших объемах, когда профиль занимает сотни гигабайт, ну как бы революционные базы с альтерами они не подходят. И мы упаковываем это все максимально бинарно, то есть это в тарантуле хранится как один блок просто, даже не как отдельные поля. Вот этот микросевер с ногу, он как раз таки вот эти данные бинарно упакованные, он преобразует их в пары ключ-значения, которые возвращают уже наверх. Но у нас есть данные, которые упакованы еще более бинарные, у нас есть настройки разных промо-плашек, то есть есть фронтенд, да, на бэкэнде мы можем добавить новое поле условно в конфижек, и нам ничего не нужно рестартить для этого, перезагружать, но есть фронт, который хочет катить свои флажочки в настройки плашек, показывать этих плашек тоже отдельно, не трогая вообще бэкэнд. Вот для него у нас есть еще более бинарно упакованы, еще более бинарно сжатые данные, структура вот у вас на экране, который еще более схемолез, который хранится в профиле, это все одно поле. Соответственно, фронт может писать любые свои фичи полностью автономно от бэкэнда, ему не нужно ждать, когда же бэкэнд добавит новое поле и вернет его нам. на больших объемах вам тяжело будет заниматься каким-то альтерным таблицам, поэтому чем дальше, чем больше у вас нагрузка, тем дальше от реляционных баз данных вы будете уходить. И тем более схема лес, тем менее жесткой структурой у вас будут данные, вам придется это все бинарно упаковывать, иначе просто оно будет либо долго, либо медленно, либо много. Вот, по штуну Миша написано. Да, все. Ну и наконец, в заключении моего доклада, я уже говорил, что микросервис имеет свой административный налог, нам нужно вот все 15 тысяч компонентов, все полторы тысячи компонентов нам нужно мониторить. У нас примерно 18 гигабит логов в секунду от всех наших сервисов идет, и больше трех миллионов метрик в секунду собирается со всех систем, поэтому обсервабилити это собственно тот налог, который вам приходится платить за микросервисную архитектуру. На маленьких командах это не оправдано, потому что вы начинаете решать со всеми этими трейсингами, джаггерами и так далее, вы начинаете решать проблемы проекта, а не продукта. Ну и моя рекомендация не строить этих на песочницу, монолиты себя в целом вполне нормально показывают до тех пор, пока у вас небольшая команда. У нас команда уже большая, нам можно идти в полтора тысячи компонентов. Если у вас 10-20 человек, вам это просто не требуется. На этом у меня все, спасибо за внимание, голосуйте доклад. Вася, спасибо большое. Я уже вижу первый вопрос. Да, скажем, еще раз напомню, что у нас приз за лучший вопрос от вас. У вас приз. Приз на вопросы, да, приз. Василий, у вас приз за лучший вопрос. Давайте. Спасибо за доклад. Интересно было послушать про устройство, про рекомендации. Начну с вопроса, а сервисы, вот этот Mail.ru, который общий и который на BizMail.ru, это один и тот же сервис внутренний, или это разные команды? Именно почта? Почта, которая BizMail.ru и Облако, оно живет в общем кластере со всеми другими пользователями. То есть если бета-бизовый пользователь, у него вся та же отказоустойчивость, все его данные также хранятся вот в той конфигурации, которую я сказал. То есть это один кластер, он максимально отказоустойчив, максимально размазан по разным дата-центрам, мониторится и все остальное. Там говорили про самописанную кастомную базу, ну, наверное, там, когда делали, смысл был. Если бы сейчас вот на текущем уровне, например, того же Tarantula развитие было, стали бы его использовать или все равно кастом? Я думаю, все равно кастом, потому что это как раз одно из наиболее критичных и высоконагруженных мест у нас, которые, ну, то есть, по сути, без этого у нас ничего работать не будет. Это самая важная там, часть нашей системы. Оно должно работать максимально, максимально удобно, максимально сквозоустойчивость. Tarantula, на Tarantula можно построить такого рода систему, но это займет просто сильно больше по ресурсам, потому что у нас там, ну, совсем заоптимайзеном. Посмотрите третий доклад из вот того, что я скидывал раньше, там увидите, почему, ну, то есть, оно очень-очень решает очень специализированную задачу для определенного характера нагрузки. То есть, это именно специализированная штука, которая заточена под наш, под наш характер нагрузки, под нашу, под наши данные. То есть, давайте так, если бы это была бы система, которая там ставится, он прям, ну, то есть, типа, меньшего объема, не знаю, там, не на наши 50 миллионов DAO, а там, не знаю, там, на 500 тысяч, то, да, я бы взял тарантул, я бы не стал писать свою кастомную базу. Спасибо. И последний, просто вопрос небольшой про спекферст. В качестве менеджера, да, я за такой подход. Если исходить из практики, которая у меня была, у нас лучше заходил всегда другой подход, в обратную сторону. Откуда генерировалась документация? Это тоже рабочий подход. То есть, лучше, если у вас есть автоматика, то есть, либо спекферст, спекферст просто жестче, либо это генерится из кода, но в любом случае всякие CICD пайплайны, которые не забывают проверить, что у вас генерировано это все. То есть, у нас есть в пайплайне, помимо линтеров автотестов, у нас есть проверка, в том числе и на то, что разработчик не забыл перегенерить те штуки, которые он там должен генерить. То есть, оно не генерит за него, оно просто проверяет, что как бы в генерированном ничего нет, оно совпадает с тем, что он закомитил. Спасибо. Вопросов много еще, но осталось. Коллеги, да, мы достаточно жестко в тайминге, поэтому давайте по одному вопросу. Вася будет еще однозначно здесь на конференции, можно потерзать. Васю, есть ли еще вопросы? Я вижу, вон там два вопроса. Да, да, да. Здравствуйте, спасибо за доклад. Автотесты хорошо, но есть ли у вас нагрузочное тестирование или вы только по мониторингу алерта проверяете? Смотрите, у нас как такового отдельного как класса нагрузочного тестирования нету. Понятно, когда мы разрабатываем, мы герем синтетическую нагрузку. Сами по себе автотесты, на самом деле, они запускаются на конкретный инстанс, поэтому они генерят нагрузку больше, чем генерят пользователи в стандартном режиме работы. То есть мы можем на автотестах даже посмотреть нагрузку. То есть мы прогоняем, смотрите, 90 тысяч тесткейсов за 50 минут. Это больше, чем генерят юзеры. То есть поэтому у нас нету отдельной нагрузки. Если вдруг мы… Ну, смотрите, такой момент по нагрузке. Мы не боимся того, что, блин, мы сейчас выкатим софт и внезапно сляшем по нагрузке, потому что мы никогда не включаем софт на всех пользователей. Вот утром мой коллега Александр Лысков рассказывал про то, что мы весь функционал включаем через АБ-тесты. Это раз. Два. Даже все бэкэндовские переключалки, бэкэндовские миграции, баз данных и так далее, и так далее, мы делаем плавно. У нас ничего не… У нас, во-первых, ничего не выезжает включенным. Во-вторых, у нас все включение идет по проценту. Причем мы это нигде не храним, мы это высчитываем на лету всегда. Это очень быстро происходит на самом деле. То есть мы можем включить на полпроцента и смотреть, как оно себя ведет. Если мы понимаем, что оно ведет себя нормально, ошибок нет и так далее, мы начинаем плавно увеличивать процент нового функционала, переключения нового хранилища, шарнинга и так далее, так далее, так далее. Давайте возьмем еще два вопроса. Я вижу вон там вопрос в середине зала. Спасибо за доклад. Хотел спросить про Local Proxy. Идея выглядит очень классной. И в связи с этим следующий вопрос. Такое чувство, что он хорошо подойдет к сервисмэш. Рассматривали ли вариант переезда? Понимаете, в каком-то смысле это и есть один из вариантов реализации сервисмэша. И мы не рассматриваем варианты переезда на что-то другое, потому что это уже наше, оно появилось до термина сервисмэша, как и многие другие вещи и проблемы, которые нам приходилось решать, до того, как вообще в индустрии появились названия для них. И нам нет смысла это менять на какой-нибудь envoy, хотя на самом деле у нас тоже там рядышком где-то есть, для всех других сервисов, потому что там много нашей специфики. Я вижу вот еще там дверки. Последний вопрос, просто по трансляции. Хорошо. Спасибо за доклад. Получается, у вас сервис один из самых, ну, групп сервисов, одна из самых нагруженных в экосистеме Mail.ru. Вопрос такой, вопрос такой, как вы решаете вопросы взаимодействия с другими сервисами их переиспользования, зависимость там из-за авторизации еще чего-то, да, то есть вы просто озвучиваете некие SLA для них, рассчитываете, что они его вынесут и дальше в случае чего-то там, какой-нибудь там, грейс, degradation, или вы делаете такую-то репликацию данных к себе и поддержите копию этого сервиса у себя, потому что так проще. Авторизацией у нас занимается отдельная система, то есть вот этот сервис, про который я рассказывал, Monolith Mail.ru, он ходит за авторизацией, когда центральный сервис, в котором тоже много различных опишек внутри для авторизации, там, например, по cookie, авторизации по aus-token, пароли для приложения и так далее. Вот. Естественно, у нас считается SLA по всем компонентам, которые у нас есть, естественно, он есть и наши KPI, и требования, и все остальное, да, мы держим высокий SLA. То есть, ну, как бы есть требования, не то, что мы выставляем, а как бы есть вот бизнесово-продуктовое требование иметь сверхвысокий SLA там в авторизации той же. Вась, выбирай лучший вопрос. Мне понравился вопрос про нагрушенное тестирование, потому что я там рассказал некоторое количество тайного знания, которое не вошло в лекцию, в доклад. Коллеги, поднимите руку, кто задал вопрос. Спасибо, Вась. Давайте поаплодируем. Коллеги, я… Спасибо. Спасибо.